На бесконечном клетчатом листе бумаги те цветы покрашены. В моменты времени первых, вторых, третьих и так далее происходит одновременное переграшивание всех клеток листа по следующему правилу. Каждая клетка приобретает тот цвет, который имела в будущем в момент времени рассматривается большинство из трех клеток. Самой клетки и ее соседок справа и сверху. То есть, если две или три из этих клеток белые, то она будет белая, а если две или три из них черные, то она будет черной. Можно привестись в правильный как раз ученый? Нет, наоборот. Мы не можем чтить соседки и сверху. Что это? Нет, у клетки клетчатая бумага. У любой клетки есть сосед справа, сосед сверху. На бесконечном месте на клетчатом месте бумаги. Н клеток покрашены. Так? В моменты времени первой, второй, третий и так далее происходит одновременное перекрашивание всех клеток и коста по следующим правилам. Каждая клетка приобретает тот цвет, который в предыдущий момент были у большинства из трех клеток. Что это за три клетки? В самом клетке К и ее соседей справа, сверху. Если две или три из этих клеток были белые, то она становится белой. Если две или три из них черные, то одна становится черной. Задача состоит из двух пунктов. Докажите, что когда-нибудь, через какое-то конечное время, на листе не останется ни одной черной клетки. И будет Б. Докажите, что черные клетки исчезли не позже, чем в момент времени N. То есть, если вначале была одна клеточка, то расходу еще чем. Если было 50, то не больше, чем за 50. Не больше. Не больше. То есть, в момент времени N уже исчезли. То есть, если одна клетка, то за первую, после первой операции чуть не будет. Если 50 клеток, то через 50. если у нас есть количество точек, то мы их все можем засунуть в какой-то прямой углу. Да. Ну, и закрасить. Дело в том, что от лишних закрашенных клеток уже не бывает. и поймем, почему он обязательно уже стопирует. То есть, тут лежат на сфере N-точек. У нас прямой угольчик уменьшится. Но теперь как же... Важно, за границей прямой угольника выйдет или не выйдет. За границей прямой угольник выйдет. Вот это вопрос. Это понятно или нет? Что у любой трубой клетки на самом деле будет минимум две... Она не в прямой угольнике. Хорошо, дальше. А дальше у нас собрегается вот такой воздух, вот такой воздух. Мы можем... Опять хорошо. Что эта клетка стоит точно для приятных, то есть, что они приятные. Да. Ну и... Так, все поняли, да? И дальше вот такая штука, она ползет, ползет и будет все уничтожиться. Да, и в конце концов, да, прямой угольник действительно будет. Исчислить. Сколько там за лента? Да. Проблема вот в чем. Мы не знаем, как эти клетки расположены. И что? Вот есть несколько... У каждой клетки можно смотреть по ушам. Один клеток. Ну, потому что это кому-то диагональ. Да. У каждой черной клетки может представлять такую полосу. Отлично. И что? Отсмотрим полосу с самого дальше вот в этом направлении. Да. Эта полоса точно станет белой? Да, конечно. И так далее. с уничтожение полосы на одну клетку хотя бы уменьшилась. Непонятно. Одна клетка хотя бы уменьшилась. Непонятно, Коля, непонятно, потому что у тебя может возникнуть полоса и при этом предыдущая не исчезнет. полоса полоса не проходит. Нет, проходит. Смотрите, у вас возникают новые линии только в таком случае, когда несколько клеток стоят подряд. Пусть н клеток тогда м клеток пока имени уничтожали, сколько может возникнуть? Может возникнуть только н полоса? Нет, дело в том, что может произойти еще какое-то более хитрое взаимодействие. Нет, это не решение. Итак, предложение. Смотрим как они могут пересечься. Можно считать, что изначальные черные клетки не обитают в местах для жизни. Потому что иначе, если мы сдвинем по горизонтали, я могу показать, как это происходит. Я могу это показать. Пытайся. когда есть несколько клеток. Да, вот в таком направлении, да. Клякса из клеток это то, что надо достроить ток треугольного треугольника вниз. Пусть закрашивают несколько клеток. Нет, секунду, Голь, ты понимаешь, что таких клякс может быть много? Да. Ты понимаешь, что они могут содержать одна другую? Да. Да. И все-таки какое утверждение ты будешь доказывать? Что если нарисовать все такие кляксы по исходной конфигурации, то точки никогда не выйдут за пределы объединения этих клякс. Правильно? Да. И при этом мне это абсолютно непонятно. Эти кляксы исчезнут в какое-то время. Вот. Вот это я все абсолютно не понимаю. Здесь черная клетка, здесь черная, здесь черная. Черная, черная. Черная клетка. Да. Так. Первый шаг. Стоим и значение клякс. Вот он. Так? Да. теперь здесь есть три клетка. Достраиваем кляксы. Процесс пока что получится. Не понимаю. До чего мы ее достраиваем? Ну, вот, главный клякс. Вот это четыре клякса. Э-э-э-э. То есть, кляксы, они у тебя еще и объединятся будут? Да, они будут объединяться. Конечно, будут объединяться. Теперь смотрите, пусть здесь четыре клетки. Понятно, что вот здесь... Нет, в такой картинке, конечно, это все объединяется после одной большой кляксой и все хорошо. Да. Нет, а как делать в каком-то другом случае? Ну, каждый раз я не могу считать, что имею дело сначала с двумя кляксами. Сначала смотрю на две кляксы, потом еще какую-то и так далее. не понимаю. То есть, как только у тебя есть такой вот несколько клеток на диагонали подряд, то ты на самом деле заменяешь их на весь треугольник. И говоришь, что от этого вот эти возникшие черные клетки они еще с какой-нибудь такой кляксой объединятся и ее увеличат. Вот смотрите, здесь произошло именно так. Да. Клякса объединилась в этот клякс. Да. Так у вас зачистилось и вот на это питание у вас покажет все идет так же, как у этого клякса нет. Да. Проблем происходит когда я прихожу к этим диазонам. Так? Да. Но смотрите, что вот здесь две клетки их столько и сколько здесь диазонам. Так? Что? Теперь вот здесь сколько клеток. Да. И эти клетки на самом деле изначально клетки? понимаю, что такое изначальные клетки? Вот. Когда у вас вот эти клетки были нарисованы в начале. Да. Я их замедила таким столбиком. Ну, не столбиком, а всем большим треугольником. да. Понятно, что столько раз, два, три, четыре, пять именно за столько я вам стою эту клетку. Да. Если вот здесь три клетки, то вот эта диагональ. Именно за эти три клетки я уничтожу вот эту часть. Да. Так. У меня еще осталось две линии. Так? Нет, я не понимаю, почему есть математика. То есть, решение задачи есть или нет? Если есть, то как оно звучит? Потому что рисовать две картинки, это, конечно, замечательно. Как в общем случае звучит решение? Здесь есть. То есть, ты хочешь сказать все-таки, что когда тебе дали любую картинку, то ты смотришь на такие диагональные штуки, для каждого набора подряд идущих клеток, для каждой максимальной последовательности, рисуешь треугольник. После этого, если треугольники не пересекаются, то это одна история, да? А если треугольники пересекаются, то дальше что происходит? Если они пересекаются, этот треугольник пересекается с этим. Да, в какой треугольник ты все это превращаешь? Просто в больший треугольник который все это содержит. Я правильно понимаю? треугольник сдвигает так, чтобы они не пересекались. Не надо ничего сдвигать, надо просто объединять эти две кляксы и все. Хорошо. В большую. Да, в вашем госпите большая кляксика. Нет, ну надо же дорисовывать до конца. Нет, надо дорисовывать нет, надо дорисовывать до треугольника. Форма должна быть везде стандартная. Да. Нет. Выше, сильно выше причем. Надо дорисовывать все это до большой конструкции, до большого треугольника. Если ты собираешься превращать в математическое доказательство. Отлично. Дорисовал. Размер этого треугольника, то есть длина его... Количество клеток на диагонали не больше, чем сумма количества на диагонали. Да, это правда. Поэтому... Если есть еще какой-то треугольник, который с ним пересекается... То точно так же объединяем треугольник? То точно так же объединяем... А это получится? Получится. Да, получится. И когда мы все объединяем, 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 то... Получается большой треугольник. Большой треугольник... Который я могу уничтожить диагонали за меньшее количество, чем вот здесь в лучшем... За не большее, скажем так. Да, и вся задача сведется к нескольким таким треугольникам. И каждый раз это большее количество. А это... Ребят, я не знаю, прав он или нет. По-моему, прав. Ищите ошибки. Нет, а что такое довольное-то? Похоже на право. Ваши решения сложные. Я вообще думаю, что мы все мешали, так же скоро это не станет. Что? Все пытались решать, а кто-то так же кусалку. Да вот вопрос, пытались или он все-таки решил? Все-таки решил. Интересно. Ребят, будет очень хорошо, если кто-то из вас все-таки найдет сейчас ошибку. Да. Ваши решения сложные. Моё решение это простое. В этой задаче есть очень простое понятное решение и есть вот это, в котором есть какое-то ощущение подвоха. Давайте я попытаюсь повторить, как я его понял. Может быть, тогда будет понятнее. и так все расчерчиваем такими вот линиями до диагонали. Так. На каждой линии смотрим подряд идущие черные клетки. И как только находим несколько подряд идущих черных клеток, так достраиваем треугольник. Страиваем треугольник. Замечательно. А вот дальше интересный вопрос. Представь себе, что у тебя черные клетки располагались по вертикали. Ну да. И? Тогда по твоей науке каждый из этих треугольников является отдельным кляксом. Ну да. Ровно им штук. Да. А как дальше они объединяются? Или ты их вообще не спираешься объединить? Ну их можно объединить. Можно или нужно? Ну нужно объединить. По моей науке. Потому что вот этот треугольник это в некотором смысле вот такая реакция только маленькая, да? Ну да. И вот это следующая клетка это тоже такая маленькая и они объединятся в какой-то смотри вот две клетки черные да объединяются в целом кляксе. А по кому это? Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо. Господа, у нас есть сильное решение. У нас есть сильное решение. Давайте я сейчас расскажу вам в резвом этих клякс решение этой задачи. По индукции предположим, что для некоторых числа N может все доказать. То есть если нам дали N черных клет или меньше, то за N операцией все истекло. Рассмотрим картинку, когда клеток N плюс открыт. А вот дальше замечательная идея. Рассмотрим самую нишу или несколько самых нижних из этих клеток. То есть рассмотрим ту горизонталь, в которой есть одна или больше черных клеток, а ниже все клетки белые. Есть какая-то вот эти все клетки все ниже этой горизонтали белые. Здесь одна или несколько черных клеток. Я не знаю, есть еще черных клеток. Отлично. И давайте временно будем следить только за тем, что выше этой горизонтальной клетки. скажите пожалуйста, понимаете ли вы, что вот этот клет никак не влияет на эти? По нашим правилам. Помните, чтобы этот клеток повлияло, вообще она на кого влияет? Она влияет на то, что под ней, естественно, на себя и на то, что слег. А больше она не на что будет влиять. Правильно? Отлично. Но если здесь есть хотя бы одна черная клетка, понимаете ли вы, что здесь клеток не больше, N? Всего им было N плюс 1, здесь одна или больше черных, значит здесь в области, в которой я штрихую, здесь клеток не больше, чем N. Поняли? А что это значит? Их можно уничтожить за N штук операции. Возьмите N. Если меньше, чем N. Нет, не больше, чем за N. Не больше, чем за N. вся вот эта зона становится белой. Сколько здесь будет черных цветов, абсолютно не понятно. Но мы знаем, что внизу все белое, и вот это тоже все белое. белое. Пока все белое. А теперь поменяем местами вертикальный призонталь. То есть здесь я искал самую нижнюю линию призонталь плюс клеток, где есть хотя бы одна черная. Но я точно так же могу искать самую левую. А зачем? А смотрите, а теперь просто за одну операцию все происходит? Когда у тебя вдоль полос черные клетки, вовсе необязательно они исчезнут за одну операцию. Вовсе необязательно. Могло накопиться много, а вот сейчас я объясню, почему там не могло накопиться. Потому что если вы посмотрите на самую левую вертикальную полосу, где есть черные клетки, хотя она должна быть, я не знаю где она, но где-то должна быть, то точно таким же образом вы обнаруживаете, что слева все клетки белые, а через N ходов или раньше и здесь позже все белые. Замечательно. Так где же после N ходов окажутся черные клетки? Пересечения. Они должны быть в этой полосе и нигде помимо нее. И должны быть в этой полосе и нигде помимо нее. Поэтому единственное место, где может оказаться черная клетка, это на пересечении полос. все остальное будет белое. пересечения. нас до этого не было черной, то получается что всю горизонтальну закрашивая за N с одной, скажем, если все с гибли черные, то что они не как? Я не говорю про закрашивание горизонталью. Вы не прослушали логику? Можно еще все учить? Можно. Опять так, где предустановлено у вас есть представление о жизни и вы слушаете только то, что подтверждает. Не может любой человек так что любое человек хочет слышать только то, что его картину мира подтверждает. Потому что мы хотим, чтобы все хорошо. Так, еще раз решение задачи будет быть. База. Есть адренопред, так мы все понятно. Индукционный перегон. Индукционный перегон хитрин. Он состоит из двух рассуждений. Одно когда мы смотрим на горизонталь, другое когда мы смотрим на вертикаль. И в конце мы объединим вертикаль. Теперь рассуждение. Даже сначала на горизонталь. Рассмотрим самую нижнюю из черных или местных соответствующую горизонтальную полугу отметим. и после этого говорим, что ниже только белое. И всегда ниже только белое. Эти клетки не влияют на клетки, которые выше этой полосы. Поэтому клетки выше этой полосы исчезнут через n тактов. Всего было n плюс 1 и одна или большая полоса выше полосы n или меньше. И значит за n тактов все есть члены. Да, продолжение. После этого точно так же говорим вертикально. И получаем, что после n тактов может остаться только в этой клеточке. где больше. отлично. Слышь, там ты хорошая.